Мотоциклы представителей подольского отделения мотоклуба «Ночные волки» у кинотеатра «Искра» невольно притягивали взгляды прохожих. Такой антураж произвел впечатлений на юных зрителей, пришедших на показ фильма «Русский реактор». Перед началом киносеанса ребята рассказали, почему решили посмотреть эту картину. Мне интересна эта тема, конечно. Я много таких фильмов смотрела уже. Самое интересное – это будет уже под конец, мне кажется. Вчера, накануне просмотра, я почитала в интернете, что это, про что это. Думаю, что фильм интересный. Нравится вот эта тема, байки, байкеры. Мне интересно. «Русский реактор» – это что-то связанное с мотоциклами. В принципе, тема может быть интересная, если что-либо знать про автомеханику. И, может быть, некоторым людям это и правда станет интересно. Мне сказали, что фильм будет клевый, бесплатный такой. Ну, решил сходить, может, понравится мне. Фильм рассказывает об истории России за период от Октябрьской революции до нашего времени. Режиссером выступил лидер Всероссийского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов. Съемками фильма занимался хирург и «Ночные волки». Никаких спецэффектов. Все снималось вживую в Севастополе. Это было одно из самых грандиозных байк-шоу в Севастополе. Оно так и называлось «Русский реактор». Можно сказать, этот фильм – это история России. Основная часть съемок проходила в Севастополе. Участие в них приняли представители мотодвижения, касказеры, спортсмены и жители города. В фильме есть историческая хроника и записи байк-шоу. Образ реактора, как отметил Дмитрий Гончаров, – это неиссякаемая энергия и русский дух. Мы хотим донести свою мысль, как мы это видим, и нашу историю России, и показать во всех городах России, показать детям. Можно сказать, этот фильм можно воспринять как урок истории. Главная задача снятого фильма – показать историю страны подрастающему поколению. У нас патриотическая работа ведется на должном уровне. Весь год мы занимались благотворительностью. Ну вот пришли посмотреть и фильм актуальный, патриотичный. В каждом эпизоде фильма отражена стойкость духа русских людей, которые из любой ситуации выходили победителями. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.